Подготовка и три года ожидания остались позади и 26 ноября 2021 года в Дубае были включены часы и матч наперенства мира между действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном и претендентом на это звание Яном Непомнящим стартовал. Накануне в фойе Дубаи опера была проведена жеребьевка, где достаточно оригинальным способом чемпион и претендент определили, кто каким цветом будет начинать этот матч. Этот матч проходит в рамках Дубаи Экспо 2020 и президент Международной шахматной федерации Аркадий Владимирович Дворкович в интервью нашему каналу рассказывал о большом количестве зрителей, желающих увидеть шахматистов воочию. Итак, что же произошло в первой партии? В первой партии матча Ян Непомнящий играл белыми фигурами. Претендент открыл партию ходом королевской пешки Е2-Е4. Чемпион ответил симметрично Е7-Е5 и на доске мы увидели испанскую партию. Черные избрали порядок ходов, который показывает намерение чемпиона разыграть контратаку маршала. Однако Ян ответил так называемым антимаршалом, вариантом с восьмым ходом H3. Но чемпион был готов к этому развитию событий и избрал относительно редко встречавшийся в турнирной практике, но рекомендуемый сильнейшими компьютерными программами ход конь А5. И претендент, и чемпион в первой партии очень быстро делали свои ходы, демонстрируя отменную дебютную подготовку. Черные пожертвовали пешку на Е5, получив компенсацию схожую с основными вариантами контратаки маршала в виде двух слонов. Белые жертву приняли и быстро и уверенно на действия черных сыграли 14-й ход король F1. Этот ход поразил комментаторов, но так как он был сделан быстро и уверенно, понятно было, что это все еще дебютная подготовка. Чемпион также очень быстро на такой несколько странный ход король F1 отреагировал ладья FB8 и первым в этой партии задумался претендент. На 17-м ходу Ян в 16 минут выбирал дальнейший план своих действий. Ведь на доске возник достаточно сложный эншпиль, где несмотря на лишнюю пешку у белых, у черных была серьезная инициатива. В прямом эфире канала в Ческом.ру мы следили за первой партией вместе с Александром Грещуком и параллельно с Яном размышляли, какой план лучше выбрать белыми. После сложной борьбы, где решения пришлось принимать непростые как белым, так и черным, первая партия закончилась повторением ходов на 45-м ходу. Я позволю себе отметить, что в обзорах к матчу и в комментариях уже третьей партии неверно сообщила вам о том, что шахматисты могут предлагать ничью после 30-го хода. На самом деле, по регламенту матча такое предложение, предложение ничьей возможно только после 40-го хода. В интервью после первой партии Ян сказал, что в течение партии он особо не нервничал, по поводу результата и оценки не переживал, пока не увидел 33-й ход черных Б4. И в тот момент он осознал, что на самом деле черные тоже могут играть на победу в этой позиции. Оценив таким образом ситуацию, он тем не менее быстро сориентировался, нашел необходимую перегруппировку своих фигур. И партия, как я уже сказала, завершилась в ничью. Более детальные тонкости этого эншпиля объяснил для нашего канала в своем видеообзоре после партии Владимир Добров. Вторая партия превзошла все ожидания болельщиков. Магнус Карлсон открыл свою первую партию белыми в этом матче ходом ферзевой пешки. Д2-Д4. И вскоре мы увидели на доске каталонское начало. И в этой партии чемпион мира заставил претендента задуматься первым. Вновь Карлсон избрал достаточно редкий порядок ходов. Ферзь С2 и КЕ5. Ян тратил почти на каждый свой ход по 10 минут, а Магнус отвечал молниеносно. В интервью после партии Ян отметил, что в какой-то момент считал, что партия должна закончиться результативно. И не в его пользу, так как он перепутал в дебюте варианты и не должен был делать то, что сделал. Однако мы об этом не знали. Вместо хода 17-го конь Ф6 за белых, который мы ожидали увидеть вместе с Александром Грещуком, с которым также вели эфир второй партии, внезапно последовало неудачное решение чемпиона. Конь Е5, как признался сам Магнус Калсен, после партии, общаясь с Яном Непомнящим, он просто зевнул возможность черных побить на Е5, ДЕ и здесь сыграть не конь Б4, а конь АЦ5. После конь АЦ5 болельщики Яна, ну и сам претендент, воодушевились, расправили плечи. И в какой-то момент, особенно учитывая оценки компьютерных движков, позиция белых стала выглядеть очень-очень опасной. И шансы на победу Яна Непомнящего казались достаточно высоки. Но чемпион нашел очень интересную возможность создать контр-игру на королевском фланге, предварительно пожертвовав качество, ну или отдав, потому что уже было необходимо идти на вот такие вот сложные решения. После того, как Ян заметил, что чемпион собирается создать угрозы на королевском фланге, он попытался отвлечь внимание белых и сделал ходы на ферзевом, С3 и БА. Но вот эти действия, вот эти ходы привели к тому, что сила коня на Д6 перестала вызывать сомнения, и уже претенденту пришлось отдать качество обратно и проявить точность возникшим на доске, пусть и теоретически ничейном, но все-таки Эншпиле без пешки. Ладейник 3 на 2 мы увидели на одном фланге, но Ян был точен, и на 58-м ходу соперники согласились на ничью. Опять же, подробно эту партию разобрал для Ческом.ру Владимир Добров, и вы можете этот обзор посмотреть у нас на канале. За третьей партией на каналах Ческом.ру мы наблюдали в прямом эфире вместе с претендентом на мировую шахматную корону 2016 Сергеем Корякиным. В третьей партии вновь белыми играл Ян Непомнящий, и вновь мы увидели первый ход Е2-Е4. И на доске вновь была испанка, и тот порядок ходов, который указывает на готовность чемпиона мира ответить контратакой маршала. Но Ян избрал другое продолжение антимаршала с восьмым ходом А4. И здесь чемпион избрал достаточно редкое построение. Претендент действовал в дебюте быстро. Чемпиону пришлось погрузиться в раздумья. Однако, на интересный и достаточно не шаблонный для таких построений план белых с игрой по вертикали С, конь Е3-Ц4, ладья С1, Магнус ответил точным ходом назад. Конь С6 на пятнадцатом ходу. Несмотря на то, что ходом ранее он сыграл конь Е7. Но конь С6 без предрассудков. Затем А5 и перевод слона. Слон С8, слон Е6 с неизбежным Д5. Очень интересно, что ход Д5 Магнус Карлсон сделал не сразу, а предварительно сыграв С6. А Нижгири в своих комментариях к этой партии отметил, что вот этим и отличается чемпион. Там, где 90% шахматистов предпочтут самый простой ход, Д5, упрощающий позицию и уравнивающий ее, чемпион находит решения, которые сохраняют наибольшее давление. Но так или иначе, после плана С8, слон Е6, несмотря на продолжительные раздумья на двадцать первом ходу, Ян потратил на свой ход около получаса, тем не менее претенденту не удалось найти способов противодействовать плану с Д5. И достаточно быстро все фигуры были разменены. И третья партия завершилась в ничью на сорок первом ходу, менее чем за три часа после начала игры. Опять же, обзор этой партии подготовил для нашего канала Владимир Добров. Что же, счет после первых трех партий полтора на полтора. Четвертая партия матча будет сыграна 30 ноября. И я надеюсь, мы вновь увидимся с вами в прямом эфире на каналах Ческом.ру. Следить за этой партией я буду с Сергеем Корякиным. Кто же, кто же первый одержит победу в этом матче? Интрига нарастает с каждой партии. Очень интересная историческая справка, что уже более пяти лет, пять лет и пять дней на матчах на первенство мира не было сыграно результативных партий. Что же, мы ждем. Я надеюсь, что мы будем ждать вместе с вами. До скорых встреч на каналах Ческом.ру.